Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня субботний день, идет период попраства праздника Успения, Пресвятой Владычице нашей Богородицы. И сегодня, в день памяти мучеников Флора и Лавра, Церковь предлагает нам отрывок из послания к Эфессиным, святого апостола Павла, и мы читаем с вами шестую главу, стихи с 10 по 17. И вот, как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаясь в чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовесовывать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Сегодня, в День памяти мучеников Флора и Лавра, мы с вами обращаем свой взор на отрывок, который читается обычно в Дни памяти мучеников. То есть, довольно часто мы будем с вами в течение года встречаться с этим отрывком, ну, сравнительно часто. Это очень известный отрывок из Послания к Ефесиным, 6 глава, стихи с 10 по 17. Здесь апостол Павел показывает, как он может объяснять духовные истины через окружающую нас действительность. Апостол Павел, мы это знаем из книги «Деяния святых апостолов», довольно-таки часто находился и в заключении, и в заточении. Он сам об этом пишет в Послании к Коринфянам. Он там и в кораблекрушениях бывал неоднократно, и был в опасностях на дорогах от разбойников, от собратьев, от лже-братьев, от римской власти, от язычников, от иудеев. То есть, он действительно нес такое свое служение, очень сложное, миссионерское, апостольское служение, и подвергался непрестанно различным опасностям, внешним и внутренним, духовным и физическим. Опять же-таки, повторюсь, он находился порой в заточении, и наблюдая за воинами, которые стерегли его, не мудрено, что ему приходит на ум такой прекрасный образ, который он использует для нашего с вами назидания в сегодняшнем отрывке. Он призывает нас укрепляться. Мы буквально совсем недавно с вами читали послание к Коринфянам, где он говорит об утешении. Это начало второго послания к Коринфянам, первые семь стихов. Он как раз-таки говорит об утешении от Господа. Об этом же утешении он говорит и в послании к евреям во второй главе тоже о том, что Господь воспринял полностью человеческую природу и прошел весь путь человеческих скорбей. Поэтому он знает, поэтому он может помочь, может помочь преодолеть. Поэтому мы и говорим, что Господь дает по силам испытания, ибо сам он их прошел и может испытуемым помочь. Соответственно, укрепляться нужно в Господе прежде всего. Конечно же, нужно делать все возможное, что зависит от тебя. Невозможное, как говорится, сделает Бог. Поэтому мы должны вкупе со всеми предпринимателями, занимаемыми нами усилиями, прежде всего во главу угла положить упование на Господа и могуществу Его силы. Что говорит апостол? Облекитесь во всеоружие Божие. Он смотрит на воина, который рядом с ним стоит, весь в латах, в доспехах. У него меч, у него наколенники, налокотники, у него щит, у него копье, шлем. Он все это видит прекрасно. И говорит, что облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Каждый христианин — это воин. Но воин не в смысле воин, как бы, солдат в армии, а воин в том смысле, что он всегда находится в состоянии битвы. Битвы, как говорится, сердце человеческое — это поле битвы, небо и земли, небо и ада. И человек должен всегда делать выбор. И этот выбор должен быть волевым. Поэтому укреплять волю через аскезу, через воздержание, через молитву. И мы должны облечься во всеоружие добродетелей церковных, чтобы в нам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти. Мы воюем не с людьми. Грех, который проявляет себя в людях, это не причина, причина — это следствие, а мы должны бороться с причиной. Если мы будем лечить симптомы, мы не вылечим человека. Нужно искать причину болезни и с ней бороться. Поэтому апостол говорит, что мы не против крови и плоти, потому что человек — это порой орудия в руках дьявола, орудия дьявольской воли, воли злой, воли искажающей образ Божий. Орудие не виновата порой, что его так используют, хотя отчасти свободный выбор человека здесь тоже виден. Христос победил смерти дьявола, и он в последней агонии, уже понимая, подозревая, что его ждет в конце времен, он пытается каждого человека совлечь с пути спасения. Поэтому мы не с кровью и плотью боремся, мы не с людьми боремся, а боремся со злом внутри человека, и прежде всего внутри самого себя. Для этой борьбы апостол говорит, что мы боремся против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Начальство власти тьмы — это ангельские чины, это одни из ангельских чинов, там же Херовимы, Серафимы. Вот, власти тьмы и начальство — это не речь идет о политической борьбе, ни в коем случае. Потому что иначе священное писание противоречило бы самому себе, потому что в послании к римлянам апостол Павел говорит, что всякая власть от Бога и под Богом. Поэтому здесь идет речь именно об ангелах тьмы, падших ангелах, которые искушают нас. Против них мы боремся, против этих слуг дьявола, против самого дьявола. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Мы должны, как воины Христовы, быть готовы к этой битве, всегда быть на страже. Поэтому каждый день молитва, положенное время пост, и все должно быть по уставу, все должно быть чинно и сообразно с опытом церкви, с проповедью церкви, с его преданием. «Станьте, припоясав в чресло ваше, истинную и облегшись в броню праведности». Да, то есть истина. Истина в Евангелии, истина в том, что Христос воскрес. Это фундамент нашей веры, без этого мы никуда не сможем уйти. Без этого все остальное будет тщетно. Да, мы будем бороться, но не пойми с чем, не пойми как, не пойми для чего. Первостепенно истина Божия, истина нашего спасения, которая во Христе. Итак, припоясали истину чресло наше. Облекаемся в броню праведности. Невозможно следовать истине и искажать ее. А истина говорит нам о том, что мы должны любить ближнего и возлюбить Бога всем сердцем своим. Это и есть путь праведности, к этому мы стремимся. Это наша броня, броня от противника, от искушающего нас дьявола. И обувь ноги в готовность благоествовать мир, да, то есть нужно быть готовым и свидетельствовать. Не обязательно взять и идти куда-то, но своей жизнью нужно свидетельствовать об истине. И паче всего возьмите щит веры, да, без веры никуда, мы ничего не устоим. И наша истина будет мертвой, если у нас не будет веры. Это наш щит, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, да, вера и упование на Господа поможет нам устоять от любых скорбей и от любых жизненных трудностей. А шлем спасения возьмите и меч духовный, который Слово Божие. Меч духовный — это Слово Божие, обоюдоострый меч, который рассекает и противника, и нашу нерадивую совесть. Поэтому он исцеляет нас и защищает нас одновременно. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня церковь научает нас, что мы боремся не с людьми, а с грехом. И прежде всего в самих себе. Стижи Духмирин, как говорит преподобный Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Этим давайте, дорогие братья и сестры, и займемся. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова